Привет, друзья! Сегодня хотел бы поговорить с вами о будущем дисплеев, мониторов, телевизоров и будут ли они вообще в ближайшем будущем, потому что новые тренды подпирают существующие стандарты со всех сторон. Я хотел бы внести некоторую ясность в отношении Samsung, ЖК-панелей, OLED-панелей, китайцев и будущего в этой отрасли. Samsung совсем недавно, в июне 2022 года, полностью закрыли производство ЖК-панелей. Как вы знаете, в их модельном ряду телевизоров, именно Samsung, почти все модели были на базе ЖК. Кроме этого, есть панели для мониторов, которые тоже прекратили выпускать. Но что же, Samsung полностью отказывается от моделей ЖК, а это VEI-мониторы, IPS-подобные и QLED, что в общем-то то же самое. Нет, теперь для производства таких моделей будут использоваться матрицы китайских компаний, которые прокачались за долгие годы и совсем ничуть не хуже Samsung, а иногда даже лучше. Так что же теперь будет делать Samsung? Samsung увидел в будущем серьезный рост потребления панелей на базе органических светодиодов, OLED. И вкладывается по полной вот в это все. Сотрудники, которые ранее работали на фабриках по производству ЖК-панелей, переведены на производство QD-OLED. Я понимаю, что вы все все знаете, но в двух словах. В ЖК-панелях IPS, VE, TN и производных от них жидкие кристаллы отвечают за передачу света от подсветки. Они выстраиваются, грубо говоря, в один ряд и пропускают свет. У каждого субпикселя в конце стоит свой светофильтр. Красный, зеленый или синий. QLED это та же самая петрушка, только в подсветке добавляются квантовые точки, которые возбуждаются от света подсветки. Но принципиальной разницы нет. Свет пропускают жидкие кристаллы. А цвет получается от светофильтров в конце. В OLED же светится сам органический светодиод. Сразу нужным цветом, благодаря многократным вспышкам, которые возникают при встрече электронов с дырками. QD-OLED это тоже OLED. Там подсветка синего света, состоящая полностью из OLED, органических светодиодов. Для достижения красного и зеленого субпикселей, цвета субпикселей, над органическим светодиодом синего цвета размещены квантовые точки, то есть люминофор, который возбуждается от света подсветки и светит уже нужным нам цветом. То есть QD-OLED никакого отношения к ЖК не имеет. Мне важно было это уточнить, так как в комментах у нас, да и не у нас тоже, вот такое вот заблуждение распространено. И вроде бы я уже неоднократно про это рассказывал, но все же люди все равно недопоняли. И, надеюсь, сейчас стало понятней. Так вот, этот QD-OLED сейчас будет основной, наверное, технологией для Samsung. Кстати, человек, который знает историю разработки QD-OLED изнутри, говорит, что Samsung в свое время получили большой грант на разработку панелей на квантовых точках. И первое поколение QLED это было попыткой отчитаться как-то о потраченных средствах. А второе поколение QD-OLED уже это более осмысленный результат работы, не имеющий чего-то особо нового в плане научной работы, но в потребительской технике это что-то новенькое. И оно, по всей видимости, и прижилось. И теперь будет заменой и классическим OLED, и ЖК. А вот куда Samsung собрались расширяться вместо закрытого подразделения ЖК, так это в Micro-OLED. Это технология по производству дисплеев для гарнитур дополненной реальности и виртуальной реальности. С этого направления они планируют зарабатывать по 50 миллиардов долларов в год, а то и больше. Поэтому сейчас они активно инвестируют в линию, которая должна заработать в 2024 году. И вот теперь о тенденциях в этой отрасли. Лидеры по производству дисплеев ударились в производство микродисплеев для AR и VR. Быть может, сегодня спрос не так и высок, но, по всей видимости, он очень сильно растет. И для заработка на этом рынке года через три нужно активно шевелиться уже сейчас, чтобы не потерять вот эту вот нишу, вот этот процент рынка. При этом ЖК уже списали, вот как минимум Samsung. Такие дисплеи будут производиться еще долго, конечно. Но, видимо, аналитики посчитали, что спрос будет только падать. И крупным игрокам, быть может, нет смысла оставаться в этом деле. Это, в свою очередь, значит, что падает спрос на мониторы, ноутбуки. И в ноутбуках, мы с вами уже знаем, вовсю ставят OLED. А OLED что? Правильно, OLED значительно дешевле в производстве, чем ЖК. И у Samsung, по крайней мере, ставка сейчас только на OLED, на дисплей смартфона, в том числе такие гнутые, гибкие VR и AR. И крупные видеопанели для бизнеса, ну вот, на вроде той же видеостены. Это не значит, что они не зарабатывают на телеках и мониторах. Зарабатывают и наверняка очень неплохо. Но HVJUSON не причислял эти устройства к растущему рынку. Через год, когда начнут появляться новые модели и закончатся произведенные панели на складах, узнаем, как видят этот рынок на тот момент Samsung. Сейчас они представляют новые, только OLED. На выставке в корейском Пусане показывали новые 77-дюймовые OLED-панели для телевизоров в противовес 95-дюймовым панелям LG. А вообще, с прошлого года они сделали 34-дюймовую OLED-панель для мониторов, 55-65-дюймовые OLED для телеков. И наверняка некоторые флагманские устройства будут на QD-OLED. И это будет, наверное, все же лучше, чем сегодняшние VA-мониторы. Ну, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Ну, а не флагманы. Ну, вот LG вовсю использует матрицы боя в своих недорогих мониторах. И ничего, нормальные мониторы получаются для своей, конечно же, ценовой группы. Немного статистики, раз уж LG затронули. На апрель 22-го года у LG на OLED приходится 39% всех продаж телевизоров. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. LG также вкладываются в OLED. И дальше OLED будет только больше. Сегодня они предлагают OLED-панель для мониторов 45 дюймов соотношением сторон 21 к 9 с разрешением 3440 на 1440 и частотой обновления экрана 240 Гц. Плотность пикселей получается невысокой. Всего 83 пикселя на дюйм. При этом у OLED, как вы знаете, расстояние между субпикселями больше и субпиксельную решетку видны лучше. От такого монитора 45 дюймов нужно сидеть подальше. Но это тоже новый тренд. Эту же OLED-панель используют в новом мониторе Corsair. И дальше похожих вариантов таких вот мониторов будет больше. При этом LG, обогнав бывшего лидера по продажам видеопанелей всех вместе взятых, китайскую BOE, на сегодняшний день является самым крупным поставщиком. На втором месте BOE, на третьем тайваньская Inalax и только на четвертом месте Samsung. Казалось бы, Samsung есть куда расти. Сейчас на основе их новых панелей они сами делают, как минимум, телевизоры и поставляют свои панели Sony. Но при этом Samsung заявляет о микродисплеях как о более перспективном рынке, чем классические видеопанели. Неужели нас все же ждет бум VR и AR? И вот я хотел заметить, что раньше в интернет-срачах OLED против ЖК аргументом против OLED было то, что Samsung весь или почти весь модельный ряд своих дисплеев перевели на ЖК. Теперь этого аргумента не будет. Не знаю, как вы, но я не спешу переходить на OLED с IPS. Можете считать меня ретроградом, но я опасаюсь преждевременной деградации OLED. Хотя сегодня в этой области сделано очень много улучшений и сегодняшний OLED это совсем не то, что раньше. QD OLED имеет теперь особенность, что вот только синие диоды, да, OLED. А они и подвержены больше всего деградации, то есть, ну там, выгоранию. Но вместе с этим получается, что теряться будет интенсивность свечения всей панели одновременно. То есть, она же состоит полностью из только синих светодиодов. И это вряд ли приведет к искажению цвета, то есть, некому такому пожелтению, как на классических OLED-панелях. Чтобы перебороть вот этот вот страх, нужно начать пользоваться OLED-монитором. А большинство из нас на себе экспериментировать не хочет. Но очевидно, что дисплеи на жидких кристаллах будут вытеснены с рынка, так как эта технология еще и дороже. И хочется добавить долговечнее долговечность. Первый враг модели потребления. Но при такой активности в области микродисплеев может оказаться, что лет через пять типичный пользователь ПК будет выглядеть не как человек у монитора, а как человек с VR-гарнитурой на голове. Ну или AR. Это вполне реально. Произошел такой заметный скачок. В 2017 году VR-аттракционы как-то подутихли. Бизнес не хочет вкладываться в VR. Домашние пользователи наигрались. И раскачать их на новый такой всплеск продаж оказалось непросто. В 2018 году рынок начал проседать. И очень сильно, до 50%. Но это объяснили тем, что пользователи потеряли интерес к недорогим устройствам для смартфонов. И вот в 2021 году все заметно изменилось. Рост чуть ли не стопроцентный. Вот интересный график. Этот прогноз в 2018 году был составлен. И он не оправдался. Хотя бы потому, что на нем нет тех просадок интереса, которые были в реальности. Но посмотрите, какой прирост пророчили именно дополненной реальности в корпоративном сегменте. Это голубой график. Этот график прямо взлетел и продолжает расти. При этом светло-серый цвет это корпоративный VR. Он также растет, но не так лавинообразно. При этом пользовательский AR тоже растет охотнее, чем VR. Ну и VR растет заметно, в общем-то. В реальности же оказалось несколько иначе. Но главный тренд угадан. AR-устройства в корпоративном секторе растут и растут гигантскими скачками. И именно в корпоративном быстрее и охотнее, чем в пользовательском. И бизнес спит и видит, как бы пересадить всех пользователей на VR и AR гарнитуры. Самая востребованная гарнитура по итогам 2021 года стала квест 2. Их продано 78% от всех остальных. Если учесть, что к ноябрю 2021 года вторых квестов было продано около 10 миллионов, то всего гарнитур продали чуть больше, чем 12 миллионов 800. А к апрелю 2022 года квестов вторых продали уже 14 миллионов 800. Цукерберг живет в своей вот этой вот виртуальной реальности новой, постит оттуда селфи и всячески зазывает в свой мирок. Игр вам не хватает? Не беда. Уже перелопачивают старые релизы для использования в VR. Ну вот, например, GTA. Сегодня каждая крупная компания либо уже анонсировала, либо произвела, либо только собирается производить гарнитуру для дополненной или виртуальной реальности. Так что будущее мониторов, какими мы их знаем, может оказаться туманным уже в обозримом десятилетии. И вот диссонанс. Тут у нас VR вроде победоносно собирается шагать по планете, а с другой стороны я поговорил с менеджерами Ситилинка, что, спрашиваю, лучше всего покупают. Среди ноутбуков и на что хорошие цены. И мне говорят, вот эти Чуи очень хорошо берут. И Хуавей. Что касается Чуи, это для меня было удивительно. Хотя сам я пользовался устройством Чуи, но вот чуть-чуть только другим, и никакого негатива у меня не возникло. В общем, оставляю ссылки на этих лидеров продаж в описании. Переходите, смотрите. Быть может и вам они покажутся интересными. На этом сегодня у меня все, друзья. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом. Так, ну, как-то легче жить. Спасибо, пока.